Анна, мы вас поздравляем с вашим сегодня днем рождения, с выходом вашего журнала. Однако год уже вам. Расскажите, как вот все начиналось и с чего пришла такая идея сделать именно такой журнал? Все началось больше двух лет назад. То есть у меня есть помимо журнала свой проект, который тоже называется «Меморис». Проект был тоже, у меня было очень много партнеров, талантливых людей, и я решила, что нужно что-то большее. Я решила создать журнал «Меморис», чтобы совместить всех талантливых людей в одном вот таком вот издании. То есть это первый интеллектуальный журнал, где мы печатаем контакты всех, любых специалистов, талантливых людях, о красоте, о моде, ну и много всего интересного. То есть вы спокойно можете открыть журнал, увидеть нужного вам специалиста и позвонить ему. Что вы нам не хотели рассказывать, признавать? Я не хотела рассказывать, я много чего не рассказываю, в принципе, что-либо. Вас с какого конкретного вопроса интересует? У нас все, что хотели от нас открыть? Трудного? Конечно. Ну, это остается кулисам, возможно, это скоро станет известно. То есть мы сейчас готовим новый номер, да, осенний, и он будет, скажем, то есть побьет, наверное, все рекорды, и будет у нас на обложке тоже известная личность медийная, и ее все знают, и никто такого от нее не ожидает, то, что мы делаем. Но это остается за рамками, то есть это будет известно все осенью. Хорошо, приглашайте нас в гости, мы обязательно придем, посмотрим, что у вас тут будет твориться. Анечка, мы тебя поздравляем с великолепной коллекцией, которую ты сегодня презентовала в клубе ДТНЛ. Расскажи, пожалуйста, о чем она? Ведь она не просто такая у тебя, красивая, невероятная. Коллекция была очень тематическая, название было «Вояж по Японии». Я вдохновилась японскими мотивами, японской сакурой, и все было заключено в одной капсуле. От цветов. Было продумано все, вплоть до волос. Были собраны невероятные образы в виде бабочек, цветов. Все это было принтовано из той ткани, которая непосредственно выпускалась в коллекции. То есть она такой фурор произвела, что не оставила идеи равнодушными просто. А как дизайнеры черпают вот это вдохновение? Откуда? А бывает по-разному. Бывает, можно пойти в зоопарк, съездить куда-то отдохнуть, просто посмотреть на красивые ткани. И они могут вдохновить на какую-то идею, да, то есть дать тот толчок, который даст уже свою форму, которая показывается уже в коллекции. Леонора, мы тебя поздравляем с тем, что ты оказалась на обложке журнала Memories. Расскажи, пожалуйста, как так вот оказалось? Ну, не знаю, наверное, случай, как всегда у нас бывает. Очень рада, что именно на юбилейной обложке я оказалась. Безусловно, хочу журнал поздравить и желаю ему процветания. Нашим модницам расскажи, пожалуйста, что у нас модно? Нас всех интересует этот вопрос. Ну, кстати, в моде синий цвет, так что ты полностью в тренде. Естественно, модно кожа, так что я полностью в тренде. И какие-то вот такие необычные комбинации, например, белый с синим, или вот какой-то вот нежно-розовый с белым. Вообще, белый тоже очень актуален в этом году. Ну, в этом сезоне летнем. Елеонор, а по-твоему, какой должен быть журнал для того, чтобы он был популярным? Ну, он, безусловно, должен следовать всем тенденциям в мире моды. Если мы говорим о модном журнале, да, он должен быть таким динамичным и необычным. Потому что очень много похожих изданий, а также, как и похожих дизайнеров, все это путается. И ты уже перестаешь в какой-то момент различать что-либо. Поэтому, безусловно, чтобы журнал стал и интересным, и популярным, у него должна быть какая-то своя изюминка. Ну, какой-то интересный обижка, но при этом он должен быть модный, актуальный и так далее. Ну, и, конечно же, нам любимым, пожалуйста, пожелание для наших телеканалов Beauty Art TV и Resto Live TV. Ну, конечно, процветание, потому что ты отличная, ты отлично берешь всегда интервью, с тобой интересно беседовать. И, конечно, я желаю процветания, успеха, быть необычными, быть интересными для всех. И, я думаю, успех не заставится долго ждать. Спасибо большое. Ну, а мы, конечно же, тебе желаем мирового восхождения, чтобы мы открывали любой глянцевый уже итальянский какой-нибудь американский журнал и везде видели тебя на обложках. И не только. Есть к чему стремиться, да, и куда растить. С вами был Beauty Art TV, Resto Live TV, Нальона Алимова и Янора Москва.